Зданию третьей гимназии 80 лет. В военные годы здесь располагался лечебный корпус собакогоспиталя, потому оно было признано объектом культурного наследия. С тех пор капитального ремонта здесь не было ни разу. За это время и сети прохудились, и полы. Сегодня ремонт здесь в самом разгаре. Ведутся демонтажные работы, снимают несколько слоев старой краски, разбирают прогнившие доски. Почти 55 миллионов рублей столько выделено на комплексный капитальный ремонт памятника военной истории. С подрядчиком договорились на сумму в 42 с лишним миллиона. Остальные деньги перераспределят. На эту сумму в старой трехэтажной школе заменят всю электрику, поменяют трубы, батареи, отреставрируют фасад. Ранее в школе уже отремонтировали кровли и поставили новые окна. Их не тронут. Остальные работы должны провести, максимально сохранив исторический облик здания. Гарантина всего 5 лет. По поводу качества выполненных работ. За данным объектом у нас, что называется, надзор осуществляет УАНД-стройзаказчик, структурное подразделение комитета по образованию, хозяйственная группа. Кроме этого, также специалисты комитета по охране объектов культурного наследия, авторский надзор, соответственно, проводится. Поэтому здесь к этому объекту, как к культурному наследию, особое внимание и, как сказать, все работы не должны повредить этому зданию. За один месяц, понятное дело, ремонт не закончить. Учащиеся, а их здесь более 1400, 1 сентября пойдут в другие учебные заведения неподалеку. Их временно перераспределили по школам номер 1, 2 и 51. До конца декабря потерпеть придется и детям из Звездного. Для них будет организован подвоз до школы номер 5. В их родной 24-й сегодня все стучит, гремит и шумит. Здесь тоже вовсю идет ремонт. Эта школа уже помоложе. Ей чуть больше полувека. Но она, как и третья гимназия, такого глобального ремонта не видела ни разу. Было очень холодно. В здании мы в некоторые дни, в самые большие морозы, дети сидели в куртках, что недопустимо. А сейчас пройдет утепление фасада и здание школы будет теплом. Ремонта не было с момента постройки здания. Здание принадлежало Министерству обороны. Сейчас принадлежит муниципалитету. Поэтому деньги пошли вливание. На ремонт в 24-й школе выделили 20 миллионов из федерального бюджета и 14 из республиканского. Работы в обеих школах обещают закончить до конца календарного года. Инна Садыкова, Батогармын. Новости дня.